Доброе утро, доброе утро телезрители. Ежегодно 3 марта во всем мире отмечают День писателя. Сам праздник считается профессиональным у всех представителей четвертой власти. Поэтому, коллеги, я вас также поздравляю. А сегодня в нашей студии гость писатель Ковтун Станислав Иванович. Станислав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько в вашей копилке уже написано произведений? Я вообще по натуре трудоголик, и поэтому в жизни мне некогда было заниматься творчеством. А когда уже на пенсии оказался, появилось свободное время. И я на сегодняшний день написал более 5000 стихотворений за 10 лет. Написал 23 книги, но из них издано только 18. Вот, первая моя книга, это «На волнах жизни», которая, вот, 11-й год, с чего все и началось. Вот, моя гордость, я считаю, книга на изломах веков, где на примере одной украинской семьи показана судьба страны. Вот, пишу на разные темы, любовь, пейзажная лирика, духовная лирика, гражданская, а также стихотворения для детей. У меня издано три книги для детей. Вот одна из них «Апельсиновое солнышко». Предпоследняя моя книга «Я встретил звезду». Так произошло, что мне пришлось встретиться с заведующей терапевтическим отделением нашей больницы. Я увидел, как они не считают загеройство, спасая жизни людей, что самое дорогое. Это люди, чей характер тверже гранита и прочнее стали. Во время войны тоже медики и вообще мы обращаемся к Богу, обращаемся к маме, но когда нам становится плохо, мы обращаемся к врачам. Вот, и я хочу закончить такое четверостишье, посвященное врачам. «Судьба тебе жизнь под огнем сохранила за то, что спасала ты жизни другим, и Божия Матерь от путь защитила, причислила к сонму святых». Действительно, это святые люди, которые спасают наши жизни. Спасибо им. То есть, можно сказать, что через ваши книги вы показываете судьбу простых евпаторийцев? Да, 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 судьбу простых евпаторийцев. Эта книга прошла презентация на уровне города в библиотеке имени Пушкина. И вот недавно прошла презентация в медицинском колледже, где восприняли студенты, будущие медики. И очень, так сказать, и была встреча с Аллой Анатольевной, которая больше рассказывала о профессии, нелегкой профессии врача. Я вот знаю, что совсем скоро будет издана книга, посвященная 75-летию. Расскажите больше о ней, откуда вы черпали вдохновение, и вы ее писали по рассказам самих тех, кто родственники, например, или сами составляли? Я имею статус дитя войны, поэтому 45-й год, это уже мне было 5 лет. И я помню, мы как раз были всю войну в Корсунь, в Шевченковском окружении. Это страшный ад был. Папа ушел на фронт, прошел 7 стран в пехоте, и был трижды ранен, один раз контужен, но все-таки в конце 46-го года возвратился живым. И вот на протяжении всей жизни он рассказывал о войне, так как он прошел 7 стран. Вот. И это все и легло в основу моих стихотворений о войне. И вообще тема войны у меня проходит красной нитью еще потому, что сейчас искажается роль советского солдата. Спасибо, Станислав Иванович, что пришли к нам в студию, что нашли время. Коллеги, я передаю вам слово и желаю вам доброго утра.